всем привет сегодня мы берем интервью у прекрасного музыканта исполнителя и просто замечательного человека ди маэстро привет дима скажи мне и нашим слушателям как появился ди маэстро откуда он вылез влетел на чем он влетел и под чем многих интересует он на летел до появился не знаю года начать с чего начал играть да но где-то в 98 году я пошел занимался буквально месяца два или три гитары с учителем а потом его выгнали из нашей школы случайно и я начал сам изучать не было интернета не было каких-то видео уроков на игры на гитаре мне приходилось самому сидеть часов по пять я изучал все песни русского урока там не только русского изучает там часов по 5 над каким-то фрагментом все но так это получилось и начал развивать кому-то нравилось я начал уже запоминать эти песни и так вот с 98 года в девяносто девятом дал в начале девяносто девятый уже написал первую песню в сентябре девяносто восьмого я соответственно только начал играть какая была первая чем может быть она была про развод папы и мамы я написал в свой день рождения после какого-то бардовского фестиваля непонятного я уже не помню о чем она была но про как папа с мамой что-то решали что-то там где это не понимал я про это написал и мама вся расплакалась ну и пошло поехала как-то потихонечку и там сыграл там сыграл там в лагерь поехал там с гитаркой и как-то вот меняю я оглянулся уже 13 лет играю насколько я знаю что ты как-то решил музыку сделать своим таким лейп-мотивом по жизни и скажем делах в бизнесе тоже каким-то образом укрепить именно эту составляющую скачу музыки да скажи как вот насколько я просто знаю что ты всю свою жизнь связываешь с музыкой разделяешь так скажем бизнес творчество то есть я как-то это ведет вровень скажи ну на самом деле в детстве я думал что я наоборот буду там зарабатывать деньги именно своей музыкой то есть я стал каким-то артистом там так далее где-то какая-то мечта была потом там прошло какое-то время и я понял что там надо идти где-то работать музыка это все будет постепенно и в целом музыка уже тогда ну я не знаю даже как правильно объяснить там вначале даже института первый курс и я уже тогда понимал что музыка всегда это останется больше как хобби для меня потому что но мои песни это очень специфическая история она для людей интеллектуальных умных и наверное где-то как-то сильных духом которые не боятся как бы услышать правду и поэтому я понимал что как бы но это такой разряд ну а-ля розенбаума тоже же не каждый слушает вот это где-то вот моя такая река была ну соответственно после пятого курса я пошел защищать диплом и мы сделали с моим другом ваней который теперь мой партнер по бизнесу сделали с ним концерт реперского реперский концерт такая же обойма и все и тогда я понял что надо уходить с работы надо идти в свое плавание самому и как-то связать свою жизнь именно с музыкой то есть может быть мне не получится самому быть каким-то артистом там известным я как-то принял это философский когда мне очень хотелось там концерты гримерки это вот все навязанное mtv да потом я понял что как бы круто как бы вот они артисты вот они перед тобой такие живые люди у меня ушел мандраж там укажи обойма там баста но и мы начали знакомиться вот это мне очень помогло как раз я не мандражировал не брал каждый раз автограф или не фоткался каждый раз артистом и пошло поехало и моё творчество но как бы на заднем плане до осталось вот это пристрастие к музыке она осталась и она привела меня сейчас как раз но к нынешней деятельности а скажи пожалуйста на самом деле для наших зрителей будет очень мне кажется полезным узнать конкретно как можно выходить на популярных артистов тоже для многих это реально проблема сконнектиться с тем же наганой или пуфом или с бастой кто-то с нинтендо не может найти контакт хотя с баста уже знаком и каким образом действительно как-то это делал ведь я знаю что ты из юриста просто это небольшое количество времени превратился в друга всех питерских рэперов и которые не знали тогда ни о ком де маэстро и просто обычный парень так трудно на самом деле сказать почему ну естественно очень большой вклад в моё общение знакомства практически со всеми рэперами даже не только питера россии это внес я думаю кожа обойма потому что мы с ним работали мы занимались его там концертным менеджментом и где-то как-то с ним там кто к нему на концерт приходил какой-то артист то мы с ним шли на студию допустим басты то еще куда-то ну как тут завертелось и потом однажды мы опять же после после того как я сделал первый концерт обойме мы в течение полгода мы занимались с вами подготовкой к детскому фестивалю в сочи и там мы как раз предложили идею сделать большой хип-хоп фестиваль там в планах было пригласить метод мэна там в общем все как-то по-взрослому было но не сложилось но при этом мы умудрились поехать как-то в питер в командировку там вот встретили всех ребят как раз только дэв джойн появлялся и мы прямо в одном месте со всеми видели телефоны почты со всеми все как-то скрешились и начали понемножко общаться потому что он подготовка к фестивалю всегда долгая история и ничего не сложилось но ребят увидишь вот ну есть какие-то такие активисты которые пытаются помочь как-то хип-хоп движения хотя я не очень хип-хопер там какой-то да не рэпер но ты очень движение да ну я очень уважаю это движение потому что это мейнстрим потому что это то движение ну это так и альтернатива русскому року от 70-х годов русский рэп это вот наверное такая же вот движуха а как вот молодого человека заняться чем нибудь что ему нравится убедить побудить что должно человека быть какие качества вопрос очень непростой смотря кто этот человек для тебя как бы понимаешь можем же побудить так что это человек будет для тебя работать вот прямо для тебя а можно просто побудить иди там церковь работать все но ты не можешь побудить если он сам не хочет я имею если ты сам этот человек как себя позиция до себя побудить дело смотри просто зеркало если и не боятся признать себе что я чмо как бы я вот сейчас чмо и я себя вообще ничего не представляю я не имею авторитета среди друзей у меня липовый авторитет среди моих родных потому что они не знаю только во мне то что я себе рассказываю я это я не себя пример беру я просто вижу этих людей я предполагаю как это вот да вот может быть не знаю я себя заставил просто тем что я ненавижу бедность у меня был очень долгий период жизни несмотря на то что у меня там очень обеспеченный папа когда родители развились мне в один момент стало очень мало денег в семье мама троих детей там пыталась как-то воспитывать папа там не всегда мог помочь и с тех пор я очень ненавижу бедность вот это наверное главный мотиватор побудить значит самый главный стимул будет это когда ты поймешь что ты хочешь просто банально да не углубляясь а потом понять для чего и зачем и вот тогда у тебя сама придет потому что есть всего две вещи ради чего можно работать ради удовольствия и денег и когда я примерно прикинул что я хочу делать что-то свое пока не важно что ну тогда я еще не думал что я так с музыкой свяжусь и потом я понял что мне больше нравится быть созидателем то есть создавать так далее это мне начало побуждать потому что у меня получалось потому что я выбрал правильный вектор я не бежал за деньгами как то ну бежать за деньгами это любой предприниматель нам скажет что это мягко говоря это неправильно за ними можно бежать как бы они нужны для обеспечения там всяких нужд но бежать за деньгами это первый шаг к краху это быстрые деньги могут получиться но они долго не держатся а вот созидать тогда деньги тогда деньги начинают тебя уважать это очень дорогого стоит это уважение можно годами заслужить но за эти годы ты делаешь авторитет деньги самое главное в чем конечный итог конечный ток денег получение удовольствия какой-то да конечный ток созидания это создание истории и ты оставляешь какое-то некое наследство о себе и для своих же членов семьи вот это важно мне вот отвечать на твой вопрос так коротко меня побудило то что я хочу чтобы мои дети никогда не были голодными получили хорошее образование какие тогда цель или цели ты можешь выделить лично для себя то есть какие цели преследуешь или цель преследуешь сейчас ты может быть глобальные глобальные цели и какие-то локальные если ты их как градируешь или там я думаю что самая глобальная цель это я хочу вывести маленькую компанию которую но сейчас она не очень большая да вот резонантарс мы начали мыли совсем крошечными я хочу вывести на мировой уровень и доказать наверное первую очередь себе что я могу что я могу и делать качественный продукт мне хочется доказать себе и там всему миру что деньги можно делать в больших количествах штампуя всякий шлак который у нас на телевидении сейчас крутится а я хочу качество делать чтобы я понимаю что очень трудно быть одному в поле войну но все возможно учитывая что мне медийная история вообще всей студии это очень серьезный аргумент в мою пользу что есть вероятность что мне получится переубедить масса людей слушать качественную музыку по крайней мере бороться за качество не тупо записать на телефон музыку отдать ее кому-нибудь все свести вот тебя песня как бы моя задача научить людей платить деньги за то за то что нам нужно платить это это фишка уже менеджмента до такого это если брать такая основная цель бизнеса другая цель такая моральная наверное это чтобы моим детям не было за меня стыдно и мне не было перед ними стыдно и чтобы я имел возможность обеспечить всю семью абсолютно там дядь ну там братьев брата сестру племянников там если это понадобится конечно главное что для меня это вот моя семья и вот ее полностью хотелось бы обеспечить а вот для ребят и девчонок которые смотрят сейчас же их родители важный вопрос по поводу твоих творческих целей куда ты идешь в своем творчестве если вообще ты задумываешься об этом обычно в своем творчестве я иду на кухню потому что именно там я пишу все песни тоже трудно со мной сказать куда я иду я но я понимаю что как бы есть какая-то если есть какая-то потребность в том что я делаю есть какой-то небольшой интерес хотя но это все очень странно знаешь по поводу небольшого интереса я там я-то знаю о своих каких-то ну так скажем слушателях единомышленников да их вот так вот называю глядя там в контакт я смотрю там сколько-то там несколько тысяч человек я думаю о как немного там посещаемость о небольшая о никому не надо о там то-то то-то общаясь с людьми меня это ну немножко подбадривает потому что не то что я такой молодец я нравлюсь нет у меня нет таких тем мне приятно что есть люди думающие значит которым не страшно задуматься над моими текстами и очень много историй приходят из каких-то других городов где меня там очень много слушают просто они не сидят в интернете то есть они такие но локальные товарищи совсем и они не знают как качать из контакта к примеру да или там ну вообще из интернета вот и поэтому меня это подбадривает и я все-таки в планах рассчитываю ну естественно никогда не прекращать писать песни просто это будет очень лимитировано в плане концертов потому что для меня это больше хобби я готов делать бесплатные концерты как бы потому что мне это в удовольствие мне в удовольствие поскольку очень часто приходится иметь дело с тупыми мне очень хочется хоть иногда иметь дело с твоими ну представляешь что единомышленники люди которые верят твоим словам вообще и вот это вот наверное есть мои слушатели поэтому планы у меня это больше как хобби держать не уверен по поводу альбомов там каких-то выпускать это все очень непросто это реально подготовка должна быть большая и те песни которые сейчас есть большинство случаев но в большинстве этих песен там сколько порядка пятидесяти по-моему выложено большинство из них это такие но как демки я их слушаю это от конечно там с моей стороны поэтому я надеюсь что там 2019 году получится записать какой-то альбом я возьму какой-нибудь отпуск и потрачу вот реально на студию и запишу его в том стиле в котором мне нравится скажи пожалуйста вот по поводу твоей как ты говоришь истории с записи видео уроков вот в ютюбе очень популярна тема именно твоих видео уроков и вот я немножко лазил в интернете и на запрос видео уроки всегда появляется именно твои видео уроки расскажи вообще немножко про это что это такое что за что это но проект сам по себе как-то случайно получился мне очень часто задавали вопросы какие аккорды я зажимаю вот проект акустический эффект где вот я с рэперами под гитару как раз тоже кстати извини возвращаясь к вопросу о том как вот найти бас ты там вот предложи что-то интересное и достучись до нее и у тебя все будет ну на крайняк приходи к нам на студию предлагай какой-то интересный проект или трек и мы мы имеем но в принципе все возможности достучаться до любого артиста и предложить ему интересный проект даже начинающему даже начинающим у нас же есть вот этот рубрика стартап для вот артистов молодых и многие смеются над ней кто-то серьезно относится когда мы реально договорились почти со всеми рэперами такими авторитетными что они прослушают и дадут честную рецензию рекомендации о том как надо о том как не надо читать петь да и так далее и мы действительно приглашаем артистов на студию либо сами приезжаем к ним ставим материал и вне зависимости от того в каких отношениях с нашим артистом клиентом так скажем мы мы ничего никогда никому не рекомендуем из артистов а вот скажи пожалуйста хороший если это говно это говно если это круто это круто как бы все должно быть чипс я видел рецензию с дёртимонком так что там я думаю много жестких комментарий а по поводу видео уроков я очень устал от объяснений там вот надо было писать вот этим пальцем зажимая вот эту струну вот этим вот этим не есть такая особенность в отличие от многих так называемых интернет учителей я не знаю как называются там какие-то аккорды не то чтобы большую часть но половина наверное существующих аккордов я их не знаю и видит бог мне плевать абсолютно что это не знаю мне не стыдно как бы это не значит что я их не хочу узнать там и так далее не значит что другим не надо знать просто вот я их не умею зажимать но зато я знаю как зажимаются практически все аккорды практически и тогда я попросил вот Лёни наш звукоржиссер талантливого я говорю давай запишемся очень быстренько я устал и мы записали один второй третий потом я смотрю там пять десять двадцать там тридцать тысяч сейчас там уже на виражах по моему у нас там пятьдесят шесть тысяч для видео уроков для нас это много потому что мы никогда не занимались распространением прям таким массовым накрутками там и так далее и наша группа не очень посещаемая то есть ну вот и так пошло поехало и потом мы как раз начали выпускать уже серийно с нашими партнерами мус деталь тут как раз гитарный магазин с которым мы работаем плотно и ребят просто имеют очень хороший парк инструментов гитар и мне действительно стало не стыдно рекомендовать именно этот магазин по многим параметрам поэтому видео урок это это не не про это не реклама как бы от видео уроков ни одного клиента в студии не приходит это возможность дополнительно бесплатно возможность людям не тратить деньги на каких-то там учителей реально посмотреть если ты не тупой ты реально научишься там уметь не там там нечего уметь как бы там просто зажал и слышишь получается все это это топорный метод но он самый простой три аккорда это самые гениальные вещи которые есть музыки вот так и здесь я надеюсь что дальше мы сможем развить направление видео уроков по практически всем инструментам и спасибо